Меня зовут Железникова Елена Юрьевна, я врач гомеопат со стажем уже около 25 лет, врач биорезонансной диагностики, вегетативно-резонансной, если правильно, врач медицинолог, диетолог, врач спортивной медицины, лечебной физкультуры, ну, также терапевт, врач общей практики. Также я гомотоксиколог, реабилитолог, ну, скажем так, владею техниками биопунктуры, гомиосемиартреи, которые очень часто быстро решают какие-то проблемы, допустим, при травмах, при каких-то обострениях, определенных заболеваний. Кстати, психическая нагрузка у вас 4 единицы. То есть высокая. Ну, в общем, это говорит, да. Да, да, что организм находится в состоянии стресса. Сейчас посмотрим, в какой степени, допустим, да. Так. Он высоковато, в пятой степени. Вот. Это говорит о том, что есть, ну, некие причины. Фактор стресса. Да, конечно. Вот. Их можно, в принципе, определить. То есть много маркеров есть, цветы Баха. Это, как бы, скажем, цветочная композиция. Эдвард Бах был такой психотерапевт в свое время в Англии, да. Который вот создал 38 цветочных эссенций. Которые, в общем, активно применяются в Европе в врачами любых специальностей, да. Не только гумиопатами, но для, скажем так, снятия психорегитативных нагрузок. Вот. И, соответственно, вот у него они определяются по, скажем, ну, сейчас можно просто сюда найти. Вот. Можно, допустим, индукционную программу лечения ритма мозга. Вот, кстати, очень хорошо у спортсменов идет, она прям так и называется. П-15 спортивная программа. То есть она была, вот эта индукционная программа лечения ритма мозга, компания Метис, была создана, то есть персонально для спортсменов. То есть, которые, как бы, вот, когда, скажем, спортсмен эту программу проходит, да. Вот, то есть есть специальный прибор, и вот, как бы, включается индукционная программа. То есть у него, во-первых, адаптационная резерва повышается, функциональная резерва повышается, да, и, как бы, вот, скажем, уровень тренированности тоже становится выше. Потому что его психорегитативная нагрузка, она регулируется. Потому что там альфа, бета, гамма, тета, ритма мозга в определенной последовательности. И вот они, вот, скажем так, очень хорошо гармонизируют его психорегитативное состояние. Вот, ну, вот, в принципе, можно посмотреть, что влияет на высокую вас степень нагрузки. Так, ну, я не знаю, вы, может, потом вырежете какие-то вещи. Ну, я думаю, что мы уберем только эти. Ну, вот, смотрите, вот, короче, психическая нагрузка, да, вот, как бы, вам подошли средства от одиночества. То есть что это такое? То есть, как бы, это эмоциональное состояние человека, да, которое приводит... Скажем, к психической нагрузке. Вот, и вот, допустим, ну, можно подобрать, в принципе, препарат. Вот, ну, вот вереск, допустим, обыкновенный, да. То есть если принимать вот этот вот вереск обыкновенный, вот этот вот цветок баха, соответственно, он будет вот это состояние, скажем, корректировать. Вот, ну, и, соответственно, тут вот есть много всяких состояния, там, да, для чувствительных, при разочаровании, от страха. Но я не чувствительный, я просто одинокий, я говорю, жениться надо. Вот, видите, вот вам прям вот организм, да, вот рассказывает, вот он нам рассказывает, да, наш организм, что вот, ну, как бы, одиночество присутствует, и поэтому это приводит к психической нагрузке, вот. Или корги купить. Кто любит корги, ставьте лайк. Слушайте, я тоже лайк поставлю, обожаю корги. Вот, кстати, еще вот чувство разочарования некое есть, поэтому тут вот дуб черепчатый подошел. Вот, ну, сейчас посмотрим, есть ли средства от страха какие-то. Потому что, ну, кстати, да, люди же не осознают, что я чего-то боюсь, да, потому что очень часто, как бы, страхи, они такие вот, уходят в подсознание. То есть была какая-то детская психотравма, там, ребенок чего-то, там, 5 лет испугался, ну, элементарно, там, собака набросилась, еще что-то, да, он, естественно, там, в 35 этого не помнит, да, а организм, как бы, да, нервная система все это запомнила, да, и это все хранится, вот, в его банке данных. Ну, вот, есть чувство уверенности в себе. Ну, вот, с ротостигмом, конечно, кстати, колосный препарат, с ротостигма. То есть вот, опять же, для наших зрителей, то есть это не обязательно, что мы должны это как-то, да, яркое переживание, то есть это же все подсознательно, то есть не обязательно, что это будет какая-то там яркая депрессия. То есть это, как бы, больше клиническое состояние. Совершенно верно, да, просто, как бы, что-то человека беспокоит, у него какая-то нервозность, да, перепады настроения, вот что-то, да, а что он не понимает? Вот у него вроде все прекрасно в жизни, да, и деньги есть, и работа прекрасная, все, да, ну, казалось бы, вот, по социальным меркам он состоятельный, да, состоявшийся, успешный, а, скажем, вот, не всегда себя чувствует психологически хорошо. И зачастую, как бы, да, в основе этого лежат какие-то детские психотравмы, какие-то эмоциональные состояния неизвеченные, да, которые, в принципе, да, вот здесь вот можно посмотреть, то есть понять, в чем вот данный момент сейчас проблема, и, соответственно, выработать, скажем так, стратегию, да, каким образом можно помочь вот организму. Нет, я думаю, что мы можем даже закруглить сам, да. Ну, как бы тут очень долго можно об этом говорить, на самом деле, программа очень емкая, да, потому что можно посмотреть любые проблемы, там, да, и онкологии, и предонкологии, и кисты, то есть и когда человеку не могут установить долго диагноз, да, а у него, скажем так, он себя просто плохо чувствует, да, то есть вот что плохо, непонятно, да, и, соответственно, тут можно тоже с этим разобраться, потому что тут на достаточно глубоком уровне идет тестированный организм, потому что тут, ну, как бы, скажем так, система приборов, да, и вот этот вот биорезонанс, он помогает нам посмотреть клетку, межклеточное пространство, уровень ткани, уровень органа, уровень системы, вот, то есть, в принципе, можно даже ДНК посмотреть до четвертого уровня, ну, если есть в этом, конечно, необходимость, да, то есть, в общем, вот, и, допустим, тоже онкологию, ее можно уже за полтора-два года увидеть, да, если даже она в органе мишени еще не сформировалась, то есть на межклеточном уровне уже эта информация и есть, потому что, скажем, мазанхима, вот это, да, межклеточная жидкость, которая циркулирует между клетками, это такой большой банк данных организма, вот, в которой содержится вообще вся информация о нем, вот, то есть еще пока клетка, она еще не дошла до состояния, там, да, скажем, неправильного деления, но уже информация этого организма запущена на уровне межклеточного пространства, вот, и, соответственно, вот, вот эта аппаратура, она может определить, где эта проблема, то есть какой орган, мишень уже будет, скажем, задействован и вовремя человеку помочь, вот, то есть повернуть вот этот процесс в пять, потому что если делать МРТ, КТ, на этом уровне вестись, ничего не покажет, да, потому что МРТ, в общем, достаточно низкий диагностический, скажем, уровень, там, да, от 40 до 60%, вот, это, если еще хороший ременолог, вот, ну, соответственно, УЗИ, там, КТ, то есть еще ниже, скажем так. Ну, опять же, дорогие друзья, мы про МРТ, чтобы нас правильно поняли. Нет, нет, мы антирекламы никакой не делаем. Да, это не антиреклама, это просто разные вещи. Конечно. Когда вы ищете грыжу, ищете уже сформированную опухоль, безусловно. И когда речь о выявлении, о превентильном выявлении на межклеточном пространстве, ну, то есть это просто совершенно несравнимая диагностика, ну, МРТ, это просто, ну, естественно, клетки какие-то, оно не видно, но видит уже то, что созрело, безусловно, ну, допустим, произошел там разрыв связок, да, у спортсмена, естественно, мы делаем МРТ, мы видим, какая связка, да, там, рог, допустим, у нас там задний, что-то там, да, травма произошла, там, разрыв каких связок, то есть это очень быстрый диагностический профиль, который нам позволяет выработать тактику, да, работать с этим спортсменом. Это я говорю как спортивный врач, вот, потому что, конечно, естественно, у меня пришел спортсмен с травмой, да, я тут прибор, мы не тестируем, да, тут ладошек у меня не хлопает, я сразу говорю, так, МРТ, приходишь с МРТ, и дальше уже разбираемся, то есть какая будет так скриченая, поэтому, безусловно, МРТ в очень большом количестве случаев нам очень быстро может помочь. Да, просто мы как бы разграничим, у нас разные инструменты, и, соответственно, мы пользуемся разными инструментами для решения различных терапевтических и только задач. Дорогие друзья, с вами был доктор Кравцов, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и да пребудет с вами здоровье.